Добрый день, меня зовут Ая Болтабек, я иммиграционный юрист в США. И в данном видео я хочу вам рассказать про такую категорию грин-карт, как EB3. EB это у нас аббревиатура, исходящая от Employment Based, то есть грин-карта, основанная на занятости. Для категории грин-карт EB3 необходим работодатель, то есть американская компания. Кто может получить грин-карт EB3? Профессионалы, работники с навыками и работники без навыков. То есть практически все профессионалы это люди с уровнем образования, бухгалаврят, работники с навыками. Это те профессии, где высшее образование не обязательно, типа фотографов, поваров, но без навыков никуда. То есть в любом случае необходим какой-то тренинг, либо обучение может быть менее чем 3 года, то есть 2 года и меньше. От чего зависит в качестве кого вы можете получить грин-карту EB3? От потребности работодателя. То есть по большому счету неважно, вы можете быть SEO, какой ни беда, если вы планируете получать грин-карту EB3, и вы можете быть уборщиком, который планирует получить тоже категорию грин-карты EB3. И для руководителя, заместителя руководителя, и для уборщика процедура будет одинаковая. И процессуально все будет одинаково. То есть и тот и тот человек будет одинаково получать свои грин-карты, вне зависимости от того, что у них совершенно разные уровни образования. Кто не может получить категорию грин-карты EB3? Тот, кто попал в США нелегально, то есть как-то нелегально пересек границу, возможно там картель или через кораблики, я знаю, или через подводные лодки через Канаду. В общем, каким-то способом, где вас не встречал офицер на границе и не давал вам статус на границе. Также, те, кто находится в США нелегально, более 180 дней. То есть вы могли заехать легально на территорию США, вам дали какой-либо статус на территории США, но вы этот статус не поддерживали, или он у вас прошел, и вы больше ничего не предпринимали, вы потеряли его, и прошло более 180 дней. Тогда вы уже не можете претендовать на данную категорию. Те, кто попали в США путем прошения политического убежища на границе. Чаще всего это случается на границе с Мексикой, поэтому если вы, те ребята, которые пришли туда, и там же прям попросили убежище сейчас уже на территории США, и ждете осмотрения с вашего кейса, вы, к сожалению, тоже не можете претендовать на данную категорию грин-карт. И те, кто не подпадает под общие условия получения грин-карт. То есть фактически, конечно же, это ребята, у кого были какие-либо очень серьезные преступления, особенно преступления, связанные с аморальным поведением, вроде проституции или распространения наркотиков. Где должен находиться потенциальный работник во время процесса оформления EB3 грин-карт? Не имеет значения. Потенциальный работник может находиться на территории США и за пределами США. Если мы говорим о человеке, который находится в данный момент за пределами США, то для него просто процедура будет отличаться. Интервью на получение грин-карты нужно будет проходить в консульстве после одобрения всего кейса. Соответственно, если, к примеру, вы уже на территории США, вы турист, неважно, в любом статусе, тогда вы весь этот период, в принципе, сможете ожидать на территории США при прохождении определенных процедур. То есть тут уже индивидуально нужно думать. Если же у вас нет независимого способа приехать на территорию США, не связанного конкретно с этим кейсом, у вас нет туристической визы, нет студенческой визы, вам ничего не дали, и вы планируете получать данную грин-карту, вам тогда надо будет ждать весь процесс за пределами США. Кто такой работодатель для категории грин-карты B3? Это компания в США. Что это означает? Это означает, что просто компания зарегистрирована на территории США, она функционирует какое-то количество времени, и сколько лет должна быть компании, по факту нет такого по закону определения, что вот она должна быть вот такого-то количества лет. Но на практике, как это бывает, желательно, чтобы компании было 2-3 года очень активного бизнеса. Может ли владелец фирмы проспонсировать своих родственников? Часто задают, фактически работодатель не может спонсировать кого бы то ни было, в ком у него есть интерес, помимо рабочего интереса. То есть, если ему нужен этот работник, он его может спонсировать. Но сам процесс включает в себя анализ американского рынка на факт того, есть ли американцы, претендующие на данную должность, с тем, чтобы у американцев, бедных не забрать данную, как говорится, работу. И вот если, к примеру, работодатель, да, и у него есть его там племянница, и он хочет ее нанять и хочет предоставить ей грин-карту, понятное дело, он отдаст предпочтение племяннице, даже если там будет 10 американцев, желающих выполнять данную работу. А это как бы несправедливо по отношению к американцам, считает департамент труда, и поэтому данный владелец фирмы не может спонсировать свою племянницу. Допустим, вы нашли работодателя, или вам нужно больше направления вот в том, куда вам идти, да, как вам находить работодателя, с чего начать процесс. Как правило, вам необходимо пройти консультацию у меня, то есть связаться с ассистентом, назначить время. У нас платные консультации и в офисе, и онлайн. Наверное, самое лучшее, это если вы определите для себя из данного видео, что вы все еще имеете право на данную категорию грин-карт, и после этого придете к нам на консультацию. На консультации мы с вами разберем конкретный план действия, о том, что и когда вам нужно делать с тем, чтобы как можно быстрее начать данный процесс, и как можно быстрее получить грин-карту. И там вам будет все намного понятнее уже после индивидуального анализа вашей конкретной ситуации. Всем, кто не подписан на мой телеграм-канал, вам обязательно нужно пройти по ссылке под данным видео, перейти на телеграм-канал и подписаться, для того, чтобы быть в курсе всех последних иммиграционных новостей и спланировать вашу иммиграцию наиболее быстрым и оптимальным способом.